Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев и сегодня, как всегда, в пятницу мы подводим финансовые итоги недели, уходящей, предпоследней в этом году, ну, по крайней мере, рабочей, активно рабочей. В гостях сегодня представляю своих коллег Дмитрий Сухов, генеральный директор компании Сонный Сервис. Дмитрий, добрый день. Добрый день. И в студии Михаил Молодов, управляющий активами. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм, присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, пишите, спрашивайте или делитесь собственными мыслями по поводу происходящих событий на финансовых рынках. Напомню, для тех, кто подключился впервые, если есть такие, кто подключился впервые, сухой остаток посвящен разговору о том, что происходит на финансовых рынках, ну, прежде всего, по крайней мере. Так, и, 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 давайте я начну традиционно. Картина маслом. 1506 в Москве, что к этому времени произошло на этих самых финансовых рынках. Начинается вчерашней Америки. Закрылась она разнонаправленно, но, в принципе, позитивно. Америки прибавил символически 0,06% индекс Доу-Джонса, 1679, его котировка на закрытии, 1809 пунктов S&P, ну, в легком символическом минусе, 0,05% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. И NASDAQ также слегка потерял, закрылся в минус 0,2%. Азия, Азия, ну, можно выделить только индикатор китайского рынка, он снизился на 2%, в принципе, японский индекс Nikkei 225 практически в нулях закрылся, без особой динамики. Смотрим, что происходит сейчас на торгах в Европе. FTSE 100 растет скромно, но, тем не менее, прибавляет на 0,08%, а наши индикаторы под водой. РТС теряет 0,1,429, его текущая котировка, и практически рядом с, ну, наверное, психологически важным уровнем, или каким-то другим, но важным уровнем, 1500 пунктов, балансирует ММВБ. Сейчас чуть ниже, 1497, и, собственно, теряет в моменте 0,06%. Смотрим на сырье и на рынок Forex. Рынок Forex. Так, что касается сырья, ну, говорим о нефтяных котировках, прежде всего, достаточно высоко стоит Brent 110,5%. Light Sweet также подрастает, 98,80% за бочку этой нефти дают. Вот, интересно, ситуация в золоте, в золото упало вчера достаточно серьезно. Ну, серьезно, не серьезно, бог с ним, снизилось, оно и сейчас торгуется ниже 1200, опять, если говорить о важности этого уровня, в качестве, как психологического. Хотя, все-таки, надо напомнить, что годовой минимум у нас в районе 1180 проходил, поэтому этот уровень еще не пройден, но, тем не менее, золото ниже 1200 долларов за унцию. Так, на валютном рынке, собственно, движение происходит, и стоит отметить, евро-доллар торгуется ниже 1,37, и доллар-иена показывает годовые максимумы, и уверенно стоит выше 104 фигуры, 104,40, текущая котировка доллар-иена. Ну, и набор голубых фишек у нас сегодня разнонаправлен, разнонаправлен, и, наверное, даже особой динамики, хотя нет, уралкалий прибавляет процент, ну, новость мы читали сегодня все, я так понимаю, радостно, радостно акции на это именно реагируют, на эту новость. Так, и что еще тут интересного, 9 десятых в плюсе, ну, почти процент аэрофлот сегодня растет, хуже рынка норникель полпроцента, лукоил полпроцента, и что тут еще? И почти процент теряет, да, сургут нефтегаз. Ну, да ладно, вот такова картина маслом, к этому времени, в общем, жизнь продолжается, но наша с вами первая задача, Миш, да, все-таки поговорить о итогах уходящей недели, и, наверное, ни для кого не секретом это является. Кстати, почему я с этого хотел бы начать, потому что у меня не было возможности в эфире это обсудить, среда, среда. Ну, в среду понятно, мы это не смогли обсудить, да, по известной причине, а вчера была программа специальная, и даже рынок мы не трогали. А обсудить есть что, да, как в том фильме, помните, да, день взятия Бастилии в пустую прошел, да, поздравить-то есть кого. В общем, заседание Федрезерва, заседание Федрезерва, снижение, да, объявление о сокращении КУЕ, ну и так далее. Миш, давай вот с этого начнем. Что касается Федрезерва, ничего существенного не сказали. Да, сократит КУЕ-3, в принципе, это вполне ожидаемо, потому что инвесторы уже ждали, что в декабре, учитывая данные, которые уходили по американской экономике, они были позитивные, и предполагалось, что все-таки снижение КУЕ, оно будет, объявили в январе, точно не знаю, какую сумму, потому что не слышал, ну, я думаю, что это будет в районе 10 миллиардов долларов. Так оно и случилось. Тебе серьезно не слышал, что ли? Я серьезно не слышал. И даже и не следил за этим. Да, потому что было очень много работы, поэтому... Мне нравится. А какая работа тогда у тебя была? Бумажный какой-то? Перекладывался со стола на стол? Операционный. Операционный, да. Вот, поэтому скажу так, что 10 миллиардов, это вполне ожидаемо, это должно было произойти еще несколько месяцев назад. Происходит в январе, поэтому рынки, мы видим, что не восприняли это сильно негативно. Наш фондовый рынок, допустим, за это время, если брать от того, как сказали, на текущий момент, даже вырос. Поэтому здесь ничего экстраординарного нету, это все нормально, такое снижение в пределах разумного, рынки воспринимают это нейтрально, и я думаю, что касается в целом рынков, это не тот повод для снижения, который сейчас может появиться на рынках. То есть повод для снижения, он будет в дальнейшем, наверное, он появится где-то ближе к февралю. На текущих моментах, я думаю, что вот такой мини-рали, может быть, еще американский рынок устроит, и закроется, может быть, в районе 1800 по СП, может быть, чуть даже повыше. Поэтому я думаю, что рынки приблизительно на своих аях западно закроются, наш закроется, как я и говорил, несколько месяцев назад выше 1500 по МВБ. Выше 1500, ну, кстати, я помню прекрасно, как ты это говорил, но тем не менее, смотри, у нас сейчас МВБ стоит как раз в районе 1500, пока не подрастает. Да, но еще в следующей неделе, поэтому я думаю, что все еще будет, у нас инвесторы заждались хоть по какому-то росту, поэтому, думаю, получат его на следующей неделе. Я понял. Дем, тот же самый вопрос, ну, ты-то следил, я надеюсь, за этим делом? Конечно, как без этого. У тебя меньше оперативных, как у генерального директора работы, я надеюсь, оперативную работу секретарь должны выполнять. Да, мне сложно сравнить, вот, с кем бы то ни было. Вот, ну, за рынками, безусловно, я следил. Ну, на самом деле, вот, реакция западных рынков на решение ФГС, она неоднозначная, да, поэтому с точки зрения фундаментального анализа должна быть с точностью, да наоборот, но мы видим рост. Ну, и это еще раз подтверждает, что рынок находится в фазе, в бычьей фазе, да, и какая бы новость ни вышла, позитивная, негативная, да, реакция всегда вот однозначная. Однако я бы обратил внимание на очень другие интересные моменты, которые мы наблюдаем из корреляции с другими рынками. В частности, вот, вы заметили, Олег, рынок золота, да, о том, что золото обновляет многомесячные минимумы. И здесь идет, опять же, фундаментальный процесс, почему? Потому что, когда были ставки близкие к нулю, да, там, 0,0,0,25, то золото было альтернативным инструментом сохранения капитала, да, по крайней мере, это очень сильный защитный инструмент от инфляции. Но когда начинается цикл роста ставок, да, банковских ставок, мы про учетную не говорим, да, вообще, то есть, рыночных ставок, заимствования, наверное, начнется все-таки с коммерческих ставок, да, а потом и ФРС подтянется сюда. Ну, базовую, кстати, они оставили, да? Да, пока оставили, но процесс неизбежен будет, да, потому что первичная инфляция, за инфляцией, ну, ни одна рациональная экономика не будет держать низкие кредитования, да, ниже уровня инфляции. Значит, соответственно, ФРС вынужден будет в ближайшее время, месяц, два, полгода, это не принципиально, поднимать учетные ставки. В данном случае золото, тот инструмент, который не генерирует денежный поток, а генерирует только отрицательный денежный поток, да, то есть оно становится уже из, переходит из разряда защитных в разряд тех инструментов, которые обременительны, да, то есть, поэтому здесь мы можем говорить о перекладывании из сырьевых активов уже в какие-то другие, да, связанные с финансовыми инструментами. Ну, в частности, куда? На фондовый рынок пошли? Да, на фондовый рынок, и я думаю, что если фондовый рынок развитых в рынках... Дим, прошу прощения, прерву тебя сейчас на основности на Финам.ФМ, послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в студии Дмитрий Сухов, генеральный директор компании «Инвестиционный сервис» и Михаил Молодов, управляющий активами. Мы подводим финансовые итоги уходящей недели. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Можете к нам присоединиться. Продолжаем разговор, Дим, прервал я тебя. Собственно, я хотел бы подчеркнуть, что, ну, бог с ним, да, я так понимаю, не заметили мы этих 10 миллиардов, ну, рынок не особенно заметил эти 10 миллиардов, более того, даже отреагировал позитивно. Причем, позитив его в чем? Он мог ждать большего сокращения, а тут всего лишь 10 миллиардов. Традиционно, по выходу новостей, рынки имеют какие-то спекулятивные всплески, а в дальнейшем динамика возвращается в русло фундаментального тренда. Поэтому я бы не стал сейчас как-то вот комментировать то, что не поддается, да, никакому анализу, да, вот эти спекулятивные всплески, да, если мы говорим о среднесрочных, долгосрочных, значит, периодах, то здесь уже можно делать какие-то аналитические... Ну, смотри, я тебя оправдываю, потому что ты генеральный директор, если бы сидел на твоем месте аналитик, ну, так бы он назывался, да, его профессия, то, конечно, это было бы ему непростительно, потому что он должен, да, любое шевеление на рынке обязательно каким-то образом оправдать. Хотя, все-таки я с тобой соглашусь, действительно, спекулятивная реакция была именно такая, сокращение сразу же привело к росту доллара, а потом, собственно, фундаментальный тренд, да, и опять мы увидели рост фондовых рынков. Ну, я достаточно плотно в свое время изучал, да, и сейчас изучаю, продолжаю статистику, так вот, вероятность прогрозирования на день вперед равна 51,4, да, на 48,6%. Позитивно, негативно, то есть мы видим, что вероятность прогрозирования на день вперед, это 50 на 50, и вот такие всплески, вверх они будут, вниз это вообще неблагодарное дело, оно не позволяет, да, никакой, значит, практической пользы. А когда мы говорим о среднесрочных и долгосрочных перспективах уже на квартал, на полгода, на год, то здесь вероятность уже с дисбалансом, да, в сторону позитивную, да, и поэтому вот я поклонник не каких-то краткосрочных, значит, стратегий, а среднесрочных и долгосрочных, только на них можно уверенно зарабатывать деньги. Да, да, показывать финансовый результат. Соглашусь с тобой, и, значит, все же, вот акцент я на чем хотел сделать, ожидание инфляционного роста, инфляционного давления в Соединенных Штатах Америки, да, заставляет инвесторов, ну и далее вот то, что ты рассказываешь. А действительно ли это так? Потому что и последнее время мы не видим роста инфляции в Соединенных Штатах Америки. Более того, мандат, да, который сейчас, ну, точнее, полномочия, которые Бернанке будет передавать Елен, два акцента там традиционно стоят на рынке труда и на инфляции. Елен, как-то говорит, я на инфляцию особенно смотреть не буду, только на рынок труда. Является ли это, ну, по крайней мере, ожиданием того, что Штаты-то могут и с дефляционными какими-то вещами столкнуться? Как ты думаешь? Я думаю, что не в этот момент. Не в этот момент? Да. Миш, что по поводу инфляции в Штатах-то можешь сказать? Ну, действительно, последние данные по американской инфляции, они выходят минусовые, да, то есть инфляции там нет, и такой вот ходил миф, что если будут закачивать деньги, ФРС будет закачивать деньгами рынки, то инфляция будет расти, но этого не происходит. Должна, по крайней мере. Должна, да, этого не происходит, все под контролем. ФРС сделали все очень грамотно, подняли экономику, инфляция под контролем. Поэтому, на мой взгляд, инфляция, наверное, все-таки будет расти с тем, как будет развиваться экономика. Сейчас они начинают сворачивать свои программы, и вполне возможно инфляцию, где-то рост инфляции мы уже увидим к концу года, когда американская экономика, ну, будет пытаться полностью восстановиться. Ну, и здесь можно ждать, да, Дим, соответственно, уже изменения. Я не соглашусь с мнением, да, потому что инфляция это такой многозначный показатель, да, если мы говорим о потребительской инфляции, то здесь, да, да, я согласен. А с другой стороны, мы можем посмотреть на инфляцию и рост других активов в тех же самых фондах, да, достаточно посмотреть на индекс Dow Jones, на индекс S&P, поэтому я считаю, что финансовые рынки, они абсорбировали вот эту вот излишнюю ликвидность, да, финансы, да, и вот они показали вот феноменальный, да, значит, аномальный рост, который мы наблюдали по итогам 2013 года. Вот, поэтому вот инфляция, она такой сложный для учета показатель, здесь нужно смотреть, какие активы выросли, то есть где мы увидели при рост, вот так. Я понял, хорошо. Ну, предположим, действительно, это так, что финансовые рынки, ну, об Америке сейчас говорим прежде всего, да, абсорбировали лишнюю ликвидность, и не дали возможность, да, ценам на потребительский товар, в том числе, вырасти. А с другой стороны, посмотрите, если на финансовый рынок, не выглядит он надуванием пузыря, именно фондовый рынок Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, отрыв, да, если периодически мы говорим, сравните, да, как выросла экономика, и за этот период, как вырос фондовый рынок, который колоссальный. Дим. Да, я поддерживаю, действительно, мы видим аномальное расхождение, вот то, что реальный сектор отстает от фондового рынка, или фондовый рынок опережает, здесь можно по-разному это все подавать, вот. Вот, а любая аномалия, да, это способ заработать, да, то есть способ найти какие-то инвестиционные стратегии, да, то есть подходы. То есть только так, я это считаю, рассматривать. Ну вот, сложилась она, это факт, да, с которым спорить сложно, да, то есть дальше мы должны делать выводы, как на этом заработать, то есть как это все променять стратегии. Вот так. Я понял, ну, кстати, если все-таки попытаться сделать вывод, или, по крайней мере, понять, как на этом заработать, ты бы стал сейчас ставить на рост, на дальнейший рост американского рынка, или все-таки мы ждем, что он лопнет в ближайшее время? Ну, он не лопнет. Всегда говорю, что американский рынок, самый стабильный рынок, он и останется им. Если будут такие моменты, как бы, разовы, когда он там падал на 27% в день, да, потом все выкупали, ну, такое может произойти, это так называемые черные дни, там, черный пятница, черный вторник и так далее. Что касается американского фондового рынка, я думаю, что пузырь там есть, я думаю, что он будет сдуваться, но сдуваться он, наверное, будет в пределах 10-15% от своих максимальных значений, ну, то есть это в пределах разумного коррекции, да. Поэтому для американского фондового рынка больших рисков на текущий момент я не вижу. Я считаю, что сворачивание QE3, это правильно необходимая мера, и думаю, что это только позитивно отразится, постепенное сворачивание на всех компаниях, всех секторов, потому что, правильно сказал коллега, что та ликвидность, которую дает ФРС, на свои балансы принимают многие финансовые организации, а это влечет за собой довольно-таки краху, скажем так, различных институтов, потому что не все могут пользоваться свободной ликвидностью правильно. Поэтому я думаю, что именно постепенно освобождение от этой ликвидности приведет даже к позитивной ситуации на фондовых рынках США, но тем не менее, я думаю, что тот рост, который был действительно, я считаю, аномальный последние три года, я думаю, что уже такого роста не будет. Скорее всего, выйдем на уровень, который был до 2008 года, то есть где считалось порядка 7-10% рост американских индекса в год, это считалось очень хорошим результатом. Хорошо, теперь давайте к нашей отечественной действительности вернемся. И вопрос такой, Дим, ну по поводу как раз вот этих, может быть, не совсем классических взаимосвязей, да, наблюдаемых в течение всего года, и может быть даже чуть больше, некую раскорреляцию движений на российском рынке, да, и на его старших товарищах. С чем это связано, на твой взгляд? Рынки цикличные. Я не сторонник теории заговора. Не сторонник? Нет, не сторонник, но все-таки я вижу, да, то, что крупные игроки на финансовых рынках, такие как там JP Morgan, City, да, Bank of New York, там Deutsche Bank и так далее, они по кругу перераспределяют свои активы, в том числе инвестиционные, в различные экономики, да, то есть разогнали американскую, перед этим там китайскую. Дальше мы должны задаться вопросом, какая экономика будет следующей, да, потому что ситуация, то есть мы должны понимать, да, куда пойдут деньги, да, если американский рынок перекуплен, они же там тоже не идиоты, да, они тоже понимают риски. В инструменты сфиксированной доходности идти на этапе начала, значит, сворачивания. Просто учетных ставок, даже сворачивания здесь не относятся, а будет ожидаемый рост ставок, да, значит, денежного рынка, невыгодно, да, потому что мы будем проигрывать. Сырьевые активы, это другая категория, там сильно не инвестируешь, да, там, ну, либо в производные инструменты, но это не тот случай, это очень маленькие активы. Возникает куда? И здесь мы должны посмотреть на те самые рынки развивающихся стран, а это Бразилия, Китай, Россия, которые, с одной стороны, имеют, ну, Россия даже может быть лучше, чем те коллеги, которых я назвал, устойчивые, значит, экономические параметры. Вот, мы можем говорить, там, ВВП у нас слабые, не слабые, но... Лучше, да, лучше, чем никакой, то есть деньги, они циничные, да, и в данном случае, там, демократия, не демократия, там, защита или не защита этих сексуальных меньшинств, да, то есть это не повлияет на принятие инвестиционных решений. Фактом является то, что многие российские компании, начиная от «Газпрома», кончая, там, генерации и розничного сектора, недооценены фундаментально, причем в разы. И это позволит чувствовать себя уверенно тем активам, которые будут сюда входить, да, поэтому случай будет очень банальный, я вижу, да, то, что деньги придут, они, ликвидность и рост рынков, они связаны по-прямому, да, и поэтому, значит, рынки взлетят, дальше должны посмотреть, сколько этот цикл будет длиться, я думаю, год-полтора. Рынки развивающиеся взлетят. Да, именно развивающиеся, да, потому что больше в данном этапе вкладываться в капитал некуда, да, то есть нет больше активов, инструментов. А, кстати, непривлекательные сырьевые активы по какой причине? По причине вот этого... Ну, давайте вот я вам задам вопрос, да, вопросом на вопрос, да, вот вы захотели вложиться в нефть, как вы будете туда вкладываться? Ты имеешь в виду механизмы, инструменты какие? Да, механизмы. Ну, пойду на срочный рынок, наверное. Ну, там очень небольшие объемы и риски, да, поэтому крупные глобальные игроки, они с такими инструментами не балуются, да. Складировать нефть, да, то есть непонятно, то есть это... Нет, ну они вот в Чикаго тоже самое, потому что там побольше, наверняка, объем этой ликвидности повыше. Нет, я не поддержу это, да, то есть нужно еще больше, да, именно фондов. Слишком много денег, да? Хорошо, еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.фм, подводим финансовые итоги недели. В гостях сегодня Дмитрий Сухов, генеральный директор компании Инвестиционный сервис и Михаил Молодов, управляющий активами. Телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Ну и мы продолжаем наш разговор, Дим. Возвращаясь к, возможно, незаинтересованности глобального инвестора сырьевыми активами, только заключается исключительно низкой ликвидности той или иной финансовой площадки. Правильно я понял? Отсутствие инвестиционных инструментов. Ну а вот ETF-ы какие-нибудь долгосрочные нет? ETF-ы, они базируются тоже на производных инструментах, поэтому они для такого обывателя, может быть, подойдут, а для серьезных участников, я думаю, нет. Я понял. Ладно. Значит, две мысли, да, Миша? Твое мнение, естественно, меня интересует. Действительно, отсутствие интереса к сырьевым активам связано с несовершенством этого мира. Механизмов. Механизмов, да. И все-таки позитив в отношении, о котором Дима озвучил, в отношении рынков развивающихся, потому что глобальному инвестору действительно выбирать уже особо нечего, потому что понятно, что все очень дешево, надо покупать. Как ты считаешь? Ну я считаю, что коллега привел пример прошлого, да, но теперь прошлое можно забыть, потому что совершенно другая эра финансовая, все то, что было тогда, сейчас не работает. И то, что деньги пойдут на развивающие рынки, да, может, они пойдут, но кто сказал, что они пойдут в Россию? Я не раз говорил, когда все это падает, я не раз говорил, что да не придут сюда деньги, отсюда уходят деньги. Ну вы посмотрите, по итогам этого года с фондов, ориентированных на Россию западных, отток сколько? Три с чем-то миллиарда долларов. Такого не было даже в 2008-2009 году. Какие сюда деньги придут? Ну да, наш рынок дешевый, там вроде ППМ, МВБ в районе 5%, да, можно говорить, если брать какие-то вот фундаментальные вот эти финансовые показатели, да, он дешевый, ну, извините, вот я, допустим, какой-нибудь глобально управляющий, да, на чем основывается мое, скажем так, видение рынков каких-то? Я прихожу, я смотрю, естественно, экономику, смотрю в целом какие-то параметры, которые говорят о том, могу ли я здесь заработать денег. Ну что мы смотрим по экономике? Смотрю данные за ноябрь по российской экономике. ВВП еле-еле вырос на 1%. Что у нас там? Промышленное производство обвалилось на 1%. Да, по итогам года, оно уже отрицательно, это все, это рецессия. Другие данные, я, да, смотрю, ну, там просто вообще никакого нет позитива, громадные оттоки, ну, ничего нет. Есть позитив, да, там вот что-то выросли розничные продажи по итогам ноября. Но если вы мыслите более глобально, вы понимаете, а что такое выросли розничные продажи? Еще по итогам ноября тем более, да? Да, а что происходит? Просто у людей нет денег. Что они делают? Они берут потреб-кредиты. На эти потреб-кредиты они, естественно, что-то покупают. Растут розничные продажи, да? Ну, вам никто в этой же цифре не скажет, что в этот момент растет и просрочка по тем деньгам, которые берутся. Поэтому вот такая своеобразная пирамида, которая один раз уже рухнула в США, да, с ипотекой. То же самое происходит в России. Люди из-за отсутствия денег берут вот эти кредитные карточки, расплачиваются, не могут их погасить, растет просрочка. Вот. В экономике все очень плохо. И в следующем году лучше не будет. Вы посмотрите, цены на нефть 110 долларов за марку бренда, а у нас экономика в таком положении. А почему никто не представляет, почему-то все думают, что нефть будет всегда расти. А почему? Скажите, где фактор, что она будет всегда расти? Вот она уйдет ниже хотя бы процентов 20, да. И мы посмотрим, что будет с российской экономикой, которая бюджет на следующий год, если не ошибаюсь, там в районе 103 долларов. И то он будет, скорее всего, пересмотрен под конец 2014 года, как это произошло в 2013 году. Смотрим на состояние денег корпоративного сектора. Да вообще кошмар. Все. Государственная монополия. Газпром, Роснефть. Это просто супернеэффективные компании, которые не могут быть эффективными с точки зрения своей гигантомани, и просто кто ими управляет. Поэтому о чем тут говорить? Государственная монополия, и здесь, скорее всего, это самое неэффективное. Государственный капитализм, это вам скажет любой более-менее здравомышлящий экономист, что это самое неэффективное. То, что может быть в государстве, это государственный монополизм. Поэтому я считаю, что перспектив для того, чтобы сюда пришли деньги, нужно что-то больше. Вот Ходорковского освобождают. Спекулятивно это положительно. Мы будем отыгрывать. Месяц хорошо отыграем. Мне кажется, вчера уже отыграли, и все сразу забыли уже. Да. Ну, глобально это не решает в целом. Как мы видели, последнее выступление господина президента, он тоже не знает как такового выхода, потому что не было сказано ничего. Скорее, больше было, наверное, вопросов, чем ответов. Поэтому, не знаю. Здесь, наверное, нужно принимать, я уже говорил в той программе, что у нас экономика потребительская. Уже другие экономики от потребительской происходят... Отошли. Да. Отход. Да, доходят до индустриально-производственной. У нас этого нету и, скорее всего, не будет. У нас так и будет. Эта потребительская экономика, которая в текущем ситуации не работает. Поэтому я смотрю, пока не в 2014 год больше негатива. Что касается сырьевых товаров. Сырьевые товары, на мой взгляд, ну, там играют все крупные глобальные игроки. Но тоже с коллегой немножко не соглашусь с точки зрения того, что там гигантские объемы, все крупные игроки там играют. И даже на таком вот инструменте, как серебро, там несколько лет назад играл очень крупный игрок, который потерял много денег. Но, тем не менее, эти инструменты всегда используют крупные глобальные индиционные дома для того, чтобы там спекулировать, еще что-то делать. Это было всегда. И это, я думаю, что останется, если не будет. Вот закон, который запрещает банкам заниматься спекуляциями на сырьевых площадках. Поэтому думаю, что там довольно-таки большие деньги. А вот что касается именно там в танкерах держать нефть, еще где-то. Ну, здесь тоже есть свои игроки. И, на мой взгляд, этот рынок довольно-таки большой, глобальный, где присутствует очень много денег. То есть, в принципе, если говорить о рынке производных инструментов, да, деривативов, там достаточная возможность для того, чтобы большие участники рынка, крупные игроки. Да, потому что не забывайте, что в текущей ситуации очень много как раз не реальных каких-то поставок, очень много спекулятивных инструментов на эти активы. Поэтому тот, кто захочет что-то там делать, у того, кто есть большие деньги, они там работают и вполне хорошо существуют. Я понял, я понял. Хорошо. Дима, есть что сказать тебе в ответ? Да. Давай. Ну, я выступлю Михаилу оппонентом. Это хорошо. Я смотрю на будущее с оптимизмом. С голым оптимизмом? Делал уточнить просто. С рациональным оптимизмом. Или с умеренным, можно сказать. Ну, я к тому, что он на чем-то базируется, на чем-то основан. Или просто, знаете, жизнь прекрасная. Надежда умирает последней. Ну, смотрите, я меньше смотрю на графики, а больше смотрю на финансовые, фундаментальные показатели компании. И вижу, такой анализ он имеет преимущество. Так вот, хотя упоминали, Михаил упомянул нерациональность управления госкомпаний, но возьмем, ну, далеко ходить не будем, тот же самый «Газпром». Да, и возьмем и сравним. А, чистая прибыль «Газпрома», да, 25, 28, 30 процентов, да, по квартале. Когда сравним ближайших европейских конкурентов, там, RDS, да, Royal Dutch Shell, да, там, значит, Exxon и так далее, и тому подобное, у них 5-6. 8, максимум. Эффективность российских монополистов в три раза выше, с учетом того, что там все уже отжали, да, там, значит, как там это, какое там слово-то сейчас модное, да, значит, спилили, это с учетом того, что спилили, они еще генерируют гигантскую через эту прибыль. Коллега Лукавит, извиняюсь, быстро скажу, что у тех компаний западных много активов, даже большинство, а «Газпром» качает все у себя на родине. Это очень существенно, расходы немножко другие. Не важно. То есть мы рассматриваем финансовый актив, да, у которого есть на входе, денежный поток на выходе, и мы видим, что не важно, где этот актив, да, вот этот черный ящик находится, вот если он на выходе дает 30 процентов, ну, как у Марса было, да, вот там, когда есть какая-то доля прибыли, то не важно, хоть на любое преступление, да, пойдет капитал, да, если он видит высокие нормы рентабельности. И здесь мы видим высокие нормы рентабельности. Почему Европа так на «Газпром» идет волной, да, там, прессует его со всех сторон. Потому что вот эта прибыль формируется за счет европейцев, да, то есть им жалко отдавать деньги, они сами по-кохам у себя там собирают, а тут видят, что Россия у них, значит, миллиардами, там, «Газпром» по 40 миллиардов в год генерирует, значит, чистую прибыль. Кто ему дает это? Не российские, значит, участники, да, а в первую очередь западные, да, европейские и так далее. Вот, то есть поэтому я вижу, что компании, они чувствуют себя хорошо, то есть на фондовых рынках есть мода, да, и вот Россия была не в моде. Негативное информационное поле, еще какое-то, но с точки зрения финансов и компаний, я не говорю, что нужно обобщать, да, то есть здесь, конечно, нужно, значит, дифференцировать, да, дифференцировать, да, то есть отделять одного от другого, но у нас целый ряд секторов, отраслей, которые чувствуют себя хорошо, и несмотря на то, что общий экономический цикл нейтральный, либо даже умеренно негативный, то отдельные отрасли, они демонстрируют рост, устойчивый рост, это являются развивающиеся отрасли, если хотите, я могу их назвать. Очень хочу, я хочу. Это финансовый сектор, да, тот же самый банковский, то, что сейчас произошло, как упускание, да, там выпустили парк, это даже на пользу пойдет сектору, и те ценные бумаги, которые торгуются на бирже, это ВТБ, Брикбанк, Ну, немного там. Да, их немного, да, то есть они получат преимущество, да, из всей этой ситуации, потому что вклады будут перетекать, значит, не только вклады, да, еще и счета расчетных юридических лиц в крупный финансовый институт, это первый момент. Ну, и то, что вот уже Михаил упомянул, я тоже с ним согласен, то, что высокая закредитованность населения, да, для населения в целом это минус, да, это показатель финансовой неграмотности по большому счету населения, но для банков это плюс. Те ставки по кредитам, особенно по потребительским, это колондайк, да, деньги из воздуха, да, и на этом банки бенефицировали. А последнее законодательство вот в сфере потребительского кредитования, я прошу прощения, ты не учитываешь его? Я не увидел ничего такого, что может глобально изменить тренд. Да, ну да, ставки будут меньше, может быть, не такие будут, как это, во времена покорения Африки, да, вот у нас сейчас, да, то есть может быть чуть поменьше, но все равно тренд этот остается, вот, ставки будут оставаться высокими, то есть банки будут бенефицировать. Соглашусь с тобой, в общем, банковский сектор, да, понятен более-менее, а что еще можно сюда же? Ну, туда, где государство не вмешивается с госрегулированием, вот, оно не вмешивается пока в сектор, связанный с потребительским потреблением, но если мы берем в разрезе фондового рынка, то это два сектора, это сектор перевозок и сектор продаж, да, то есть все вот как-то прямо или косвенно с этим связано. Ну, соответственно, перевозки у нас кто там, если берем компанию, это Аэрофлот, Ютейр, значит, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики у нас, значит, ну, в основном коммерческие сейчас торгуются на бирже, да, там, Global Trans, да, и так далее. Это первое направление. Причем компании тоже, и сам сектор растет, несмотря на то, что экономика у нас целиком не радует. Вот, и розничный сектор, связанный с розничными продажами, там, из-за кредитов, не из-за кредитов, но все-таки это развивается, да, ну, компания, вот, связанный, там, магнит, там, видео, там, и пошло, и по диксикам, да, там, и так далее. То есть, вот, ну, вот эти вот три основных сектора, которые на сегодняшний день имеют преимущество перед другим. Электроэнергетика не попала в этот список? Не попала, да, потому что там абсолютно не прогнозируется политика с точки зрения регулирования тарифов. Да, если мы видим какие-то послабления и опять возврат к Чубайсовской реформе, то, я думаю, у нас будет очень большой стимул к росту данного сектора. Я понял. Спасибо. Еще раз прервемся, послушаем новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Финансовые итоги недели в студии Дмитрий Сухов, генеральный директор компании Инвестиционный сервис и Михаил Молодов, управляющий активами. Телефон в студии 651099.6, код города 495, сайт компании финам.фм. Продолжаем, продолжаем. Дим, если можно, еще два слова вот за эфиром. Ты бы добавил в этот позитив. Да, в этот позитив. Ну, опять же... Еще чуточку. Да, компании из розничного сектора. Я не упомянул компании сектора связи. И у нас большая тройка торгуется на бирже. Вот плюс к ним. И был, и сейчас присоединяется в новом качестве Ростелеком. Этот сектор имеет рыночные механизмы регулирования, что позитивно. Немного у нас таких секторов осталось в России. Ну, и здесь мы берем трех основных операторов, которые представлены на московской бирже. Это Мегафон, это МТС и Ростелеком. То есть, с учетом всех нюансов, то есть, компания, они имеют низкую закредитованность, имеют высокую маржинальность бизнеса, сам сектор развивается. Доходность по абонентам перетекает из голосовых услуг постепенно. Мобильный интернет и, несмотря на общий негативный тренд в экономике, ну или там, скажем, нулевой, да, или стагнацию, данный сектор имеет развитие. И отдельная идея это в Ростелекоме. То есть, мы наблюдаем, как Ростелеком приобрел Теле2, да, то есть, там концентрация новостей, да, вот такая машинная возня сейчас идет. И это связано с тем, что Ростелеком станет четвертым конкурентом, да, оператором, который выйдет на рынок мобильной связи. Вокруг Ростелеком уже не один год у нас идут, значит, борьба, да, кто его возьмет под контроль. Я думаю, что здесь есть какая-то интрига, и мы можем увидеть, что Ростелеком выстрелит, да, и кусок хлеба съест у своих конкурентов, да, у Билайна, МТС и Мегафона, соответственно. Вот, но это в качестве вот идеи такой, да, идеи, да, то есть, есть вероятно, что она реализуется, но есть, конечно же, и риски, да, в этой идее. Безусловно. Безусловно. Не, ну, главное, что есть идеи-то, вот, всегда же отсутствие идей или их дефицит большой, да, мы по этому поводу в том числе печалились, говоря о российском рынке. Миша, но ты, тем не менее, позиция твердая, ты российский рынок не воспринимаешь в качестве, да, серьезного повода для инвестиций и будешь смотреть на зарубежные площадки. Я напомню, ты же управляющий активами, тебе же все равно им надо как-то управлять. Да, немножко неправильно, да, потому что есть тренды, это не значит, то, что я говорю, что будет все негативно, это не значит, что на этом нельзя заработать, это тоже неправильный подход. Во-первых, не забывайте, что по-любому, я жду в 2014 году, допустим, российского фондового рынка обновление минимумов, может быть, там, не знаю, 1200-1250 МВБ удержится, будет здорово, ну, может и не удержаться, поэтому нужно просто дождаться определенного времени для покупок. Как я вам говорил, да, что акция, или там без разницы актив упавший на 90%, это вначале он падает на 80%, потом еще в два раза, вот поэтому, чтобы не ждать, пока он упал на 80%, купить, и потом он падет еще два раза, смысла в этом нет, поэтому просто нужно действительно исходить из того, чтобы покупать, вот на текущий момент, в этом году, что работало, надо было покупать фактически там 6-7 акций, да, которые всего лишь росли на нашем рынке, все, их буквально 6-7 акций, вот, тот, кто их покупал, собственно говоря, они заработали, то есть надо было брать те акции, которые фактически были дорогими, но они все равно показывали существенный рост, это отличная тактика, которая работала, покупка недооцененных акций на нашем рынке, это уже давно не работает, как и сказал, что вы покупаете, но второе получаете бесплатно, и можете третий, четвертый, десятый получить бесплатно, этого делать не стоит, надо покупать сильные компании, согласен с коллегой, да, надо смотреть на отчетность, отчетность, что нужно покупать на российском рынке, прежде всего, компании, где нет большой закредитованности, да, а-ля дешевый Мечелс, 9,6 миллиардов долларов, кажется, на цифре он дешевый, там 60 рублей, но, извините, с такими кредитами только помощь государства спасет это предприятие, поэтому нужно выбирать предприятие, именно на российском рынке, где меньше всего подвижная закредитованность, поэтому у нас растет магнит, у нас растет по большей части МТС, МВИДИО, МВИДИО, да, среди вот электронных ритейлеров фактически нет вообще никаких кредитов, поэтому, естественно, что МВИДИО выглядит лучше всех остальных, поэтому идеи есть, их просто надо искать, единственное, что их, конечно же, немного, поэтому сейчас, если вы заметили, тренд, даже инвесторы, которые всю жизнь работали на российском рынке, сейчас многие просто уходят на запад, потому что там больше идей, там есть из чего выбрать, у нас на рынке все уже выбрать, просто не с чего, все настолько сузилось, что все, выбор, он просто минимальный, как я сказал, вот эти шесть бумаг, но рано или поздно, когда будет коррекция, эти шесть бумаг будут также сильно падать, поэтому просто для покупки на российском фондовой рынке нужно выждать, пока это все упадет намного сильнее, чем сейчас, а то, что это будет дешевле, у меня на 90% нет сомнений в следующем году, я понял, я понял, добавишь что, Дим? Ну да, я поддерживаю, я вот MVideo поддерживаю, я открыл сейчас статистику, фундаментальные показатели, но кроме MVideo, который имеет кэш, вместо долгов, здесь я соглашусь, есть еще и другая идея, это Farm Standard, который является аналогичной компанией по финансовым показателям, может быть не такой заметный, не на слуху, но вот пожалуйста, еще две идеи, в розничном секторе, MVideo и Farm Standard, по поводу дна, не дна, все зависит от горизонта, если ваш горизонт достаточно короткий, то конечно же момент входа имеет большое значение, здесь мы должны какие-то там иметь падение, там краткосрочное, долгосрочное, ну и вообще эта тактика нормальная, стандартная, я ее придерживаюсь, и поддерживаю, то что покупка на падение, однако в целом российский рынок уже низок, если мы возьмем не просто год, там прошлый, возьмем в динамике 3-4 или может быть даже 7 лет, то есть мы видим, что он торгуется существенно ниже справедливых значений, а компания торгуется ниже своей так называемой внутренней стоимости либо справедливой стоимости, поэтому если ваш инвестиционный горизонт год, 2, 3 или 5, то текущий уровень он вполне приемлемый для долгосрочных, инвестиционных, не спекулятивных покупок. Если можешь, вот мне лично, уточни пожалуйста, меня забавляет в какой-то степени этот термин, относящийся либо к справедливой стоимости акции, либо вот ты сейчас упомянул о справедливых значениях российского рынка, где она, эта справедливость, и как ее определить-то в принципе, можно как-то, ну я имею в виду, не прибегая к каким-то серьезным технологиям. Ну очень просто, когда мы видим акции Сургут нефтегаза, и видим, что у него кэш 33 миллиарда и рыночная капитализация 33 миллиарда, плюс он еще генерирует денежный поток, то мы видим, что-то здесь не то. Несправедливо. Потому что это можно сравнить с такой ситуацией, что вы покупаете кошелек за 750 рублей, в котором лежит тысячная купюра. И Сургут нефтегаз вот такой вот пример яркий. Вот пожалуйста, вот такой Газпром, который сейчас торгуется дешевле, чем шиномонтажка с точки зрения прибыли и стоимости этого актива, это тоже самый показатель несправедливой оценки ценных бумаг. Вопрос только в том, когда эта несправедливость будет реализована, на это фундаментальный ответ, фундаментальный анализ ответа не дает. Почему? Потому что здесь есть конъюнктурные вещи, связанные с притоком-оттоком капитала. Но в целом есть моды, но если капитал пойдет, то я могу с вероятностью 95% перечислить по пальцам те бумаги, в которых будет основной массированный рост. Мне еще нравится сегодня, цифр очень много, 90%, 95%, 50 на 50. Миша, где справедливость-то? Да, но по поводу опять же, вот определенных там бумаг, еще что-то. Ну, я тоже тебе соглашусь, но опять же, да, ну смотрите, какие-то данные, PII, там еще что-то, ну это, я же говорю, это не работает. То, что наш рынок дешевый, или Сургут, да, ну, Господи, но Сургут, он всегда такой был, никто не знает, где этот кэш, это непрозрачная структура настолько, что нельзя говорить, что вот он стоит. Это, в принципе, это уже все давно, все давно заметили, но Сургут не растет, да, цены на ничего, высокие, Сургут продолжает увеличивать свою вот эту кэшевую подушку, а толку Сургут, он вот как стоит там ниже 30 рублей, так он и стоит. Да, прифы, да, платятся высокие дивиденды, это позитивно, ну, тогда надо, допустим, ну, не знаю, там сидеть в прифах, но придет Роснефть и скажет, я вот покупаю Сургут, как было с ТНК Бифи, где платили большие дивиденды, его не получите ничего, ребята, а у справедливая стоимость, по моему мнению, вот такая, вот вы столько и получите, да. Олег, вы можете открыть графики Сургут нефтегаза? У меня, к сожалению, нет, у меня такого. Ну, в данном случае, не в обиду Михаилу, да, я хочу сказать, да, без личности, но в целом, ряде случаев мы сталкиваемся с ангажированным мнением на рынке, и когда всегда там не растет, все плохо, вы возьмите, посмотрите график Сургут нефтегаза, ПРЕФ, это одна из лучших фишек, а почему? Потому что там кэш, и этот кэш будет в дивиденды, да, в большей степени. Возьмите, откройте акции, ВСМП, АВИСМА, которая недооценена, акции, транснефти, потому что они не цена в 3-4 раза по сравнению с американскими трубопроводными системами. И рынок, это средняя температура по больнице, кто-то при смерти, как энергетика, электрическая, а кто-то демонстрирует хороший результат, а мы же видим, вот как по индексам, общую стагнацию, которая не отражает реальное положение дел. Поэтому я сторонник выборочного сегментирования подхода к рынку. Идеи есть, идеи видны, и эти идеи предопределяет все-таки фундаментальный анализ, да, не общая конъюнктура. Я поправлю коллегу просто... Миша, прости, ради бога, времени нет. Спасибо огромное, очень интересный эфир. Дмитрий Сухов, Михаил Молнов сегодня в сухом остатке. Спасибо, коллеги. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.